Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Еще раз доброе утро. Продолжаем работу в прямом эфире. У нас все по-прежнему. Я Абик Элкин, Александр Шунин. Утро на Болткоме. Сейчас к нам посредством Зума присоединяется еще один гость. Важное событие завтрашнего дня начинается. Целый ряд послаблений для полностью вакцинированных переболевших. В том числе и по занятию спортом. С этого и начнем. С этого и начнем. Да. Можно будет заниматься не только на улице. В каких-то группах. Там 10-20. Сколько угодно человек. Ну и наконец-то спортзалы могут открыть свои двери. И допустить до тренажеров всех желающих. Однако сами владельцы фитнес-залов не совсем довольны теми послаблениями, которые позволяют им возобновить работу уже завтра. И поэтому с нами на связи Гинд Кузнецов, учредитель Латвийской ассоциации фитнеса и здоровья. Доброе утро, Гинд. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, в чем состоит суть вашего недовольства? Ведь можно же наконец-то принимать клиентов, заниматься, зарабатывать деньги. Жизнь нормализуется, что ли, стабилизируется? Да, ну мы бы хотели сказать, что нам обещали других принципов. И, к сожалению, вот это не выполнилось. Если мы смотрим коммунитивные показатели, уже почти 150. Нам обещали, что при 250 смогут фитнес-клубы посещать почти все посетители. И вакцинированные, и не вакцинированные. Как это происходит и в Литве, и в Эстонии, и в большинстве европейских стран. К сожалению, в Латвии пошел другой путь, только вакцинированные, и только с тестами. Мы понимаем, конечно, позицию государства, но для нас это очень трудно. Потому что за нами тоже есть обязательства перед кредиторами, перед арендодателем. Как только мы откроемся, за нами повалятся все эти требования. И мы считаем, что в Латвии этот объем вакцинации недостаточный, чтобы мы могли обеспечить нормальное действие, финансовое действие. И мы считаем, что эти ограничения непропорциональны. Они очень строгие, если мы смотрим напротив других отраслей. Все равно торговые центры и парикмахерские, не говоря уже о публичном транспорте. То есть ситуация такая, что вам выгоднее не открываться, не начинать работу, чем простаивать? Мы, конечно, понимаем, что наша отрасль важная, и мы хотим работать. Мы очень хотим работать. Вот сегодня у меня утром была встреча и тренировка с министром экономики, Янсом Риттенбергсом. Мы обсуждали этот вопрос, и надеемся все-таки на позитивный диалог с государством, что они поймут, как важно наша отрасль. Не зря мы называемся отрасль здравоохранения и фитнеса. И что это важно для здоровья жителей. И найдем такой компромисс, когда все-таки государство будет чуть-чуть поддерживать. Мы не говорим ни о прибыли, мы не говорим ни о принципах никаких. Мы хотим работать. И просто при нынешних всех ограничениях и всех протоколах, они очень строгие. И то, что мы видим, у нас тоже нет части персонала, который не вакцинирован, не может успеть вакцинироваться. И по нынешним требованиям могут работать только вакцинированные или персонал, который протестирован на эти тесты. Государство нам обещало, что люди смогут бесплатно проводить тесты. Те, которые не имеют, не успели вакцинироваться и переходить в фитнес-клубы. Ну, там очень много таких технических тоже вопросов, которые неясны даже на сегодня. Я не ослышался, вы сказали не только встреча с министром Виттенбергом, но и тренировка. Да, да. То есть вы прям занимались в зале с ним. Ну, там лежит министр экономики, жмет там, не знаю, сотку от груди, и вы обсуждаете. Ну, мы занимались на ТРХ, но можно так сказать, да. Мы таким здоровым образом пообщались. Но это была неформальная встреча, и вы разглашаете ее содержание, или официальная? Ну, полуофициальная, я бы сказал. Но то, что мы не хотим скрывать, да, мы общаемся с государством, мы общаемся с разными министерствами. Ну, и стараемся найти этот диалог, потому что, ну, мы считаем, что, ну, пока это отношение к нашей отрасли очень-очень ограниченное и такая претенциозная. Ну, не только к вашей сфере. Мы на прошлой неделе с коллегой общались с представителями сферы красоты, ну, все эти салоны, бьюти, так называемые. У них такая же ситуация, они могут завтра начинать работать, но персонал весь став должен быть обязательно вакцинирован. Ну, то есть много таких отраслей. Возможно, вам стоит объединиться всем? Да, возможно, мы уже делали вместе пресс-конференции с отраслью красоты, и тоже общаемся с отраслью ресторанов и отелей. И мы понимаем, да, что, ну, чтобы выжить и чтобы проработать в этих строгих требованиях, что весь персонал должен быть вакцинирован, и работа нам доступна только на 25% от нашего КПТС, это даже при этих тестированных людей. Но это недостаточно, чтобы отрасль могла работать. Из-за отрасли тоже есть семьи, есть семейные предприятия, есть реальные люди. Мы видим вот это настроение, которое общество сейчас поляризировалось на две части, и этого понятия нет. Мы, как я уже говорил, не говорим о прибыли, мы говорим просто о выживании, и это вопрос быть или не быть такой, риторический уже. Ваша ассоциация, которая называется Латвийская ассоциация здоровья и фитнеса, объединяет около 70% спортивных клубов. Есть ли у вас информация о ваших коллегах-конкурентах, которые не входят в ассоциацию, будут ли открываться они при нынешних условиях? Я бы сказал, что мы действительно коллеги, мы не конкуренты, мы все работаем на одну цель, и цель, чтобы этот процент повысился. Такой точной информации нет. То, что я видел в соцсетях, есть часть клубов, которые тоже не видят возможности открыться. И мы ведем интенсивные переговоры внутри. И сегодня у нас как раз в ассоциации 12 часов наша внутренняя встреча всех членов ассоциации. Мы будем обсуждать, как двигаться дальше. Я все-таки хотел уточнить, но мы же понимаем, что вот эта помощь, которая оказывается государством в виде пособия по простою, или вот эти вот субсидии на оборотные средства, она ведь скоро закончится. Как вообще клубы будут выживать? Вы сказали, что у вас была вот такая беседа неформальная с министром экономики. Есть какое-то представление, как дальше это будет происходить? Потому что, несмотря на то, что вот этот процесс вакцинации идет, тем не менее, вот в общей массе населения, так можно сказать, привитых 22%. Ну, такими темпами и лето все пройдет, а мы еще не достигнем коллективного иммунитета. Да, ну, то, что нам обещали, обещали тоже, мы обещали с министром здравоохранения и с гостинсекретарем Министерства здравоохранения, что эта поддержка будет, и мы будем держать государство на слове, если можно так сказать. И понятно, что мы не сможем выжить при таком проценте вакцинации, и только работать на этих клиентах – это просто нереально. И там какие обещания дали, ну, вот уже тогда правительство должно вот эти свои обещания сдержать. Ну, ситуация достаточно серьезная. У меня есть цифры перед глазами. Годовой оборот клубов, которые входят в вашу ассоциацию, составляет около 25 миллионов евро, из которых 5 миллионов выплачиваются в виде налогов и обслуживают около 150 тысяч человек в год. То есть это огромная, серьезная сфера. Помимо прочего, ну, вот вы говорите, речь идет о выживаемости, там, не дай бог, волна банкротств, чего хотелось бы, конечно, избежать. Что касается квалификации тренерского состава? Ее поддерживать сейчас возможно? Да, но это тоже очень хороший вопрос. Это актуальная проблема. Нам уже в переразвитии нашей индустрии в нормальных обстоятельствах перед ковидным периодом не хватало квалифицированного персонала. И тем более сейчас, я думаю, часть персонала пойдет работать индивидуально. Они привыкли, и часть клиентов привыкли. И я думаю, что это очень серьезная проблема, потому что отрасль, можно сказать, развивали 20 лет, когда мы начинали только 1% от жителей занималось фитнесом. Сейчас мы уже, можно сказать, приближаемся к 10%. Средний показатель Европы где-то 15%. В очень развитых странах это 30% от жителей занимается. Этот показатель, как правило, очень существенно разгружает бюджет медицинский и здравоохранение. И есть куча исследований, которые показывают, что если человек активный, тогда эффективность работы выше, качество жизни выше, и медицинских растрат больше. И мы не в понимании, почему государство это до конца не понимает и не поощряет вот эту нашу работу. Потому что, ну, знаете, физиотерапевты работают, но они не справляются. Они говорят, нам нужна помощь, именно от нашей индустрии, чтобы не настал больший кризис в отрасли здравоохранения. Потому что люди приходят заниматься, они решают тоже вопросы здоровья и улучшают здоровье. Говоря о квалификации, о закрытых залах, не только залах, между прочим, на прошлой неделе у нас тоже в эфире гостил представитель спасателей, спасательная служба рижская. Так выясняется, говоря о квалификации персонала, что не было возможности даже молодых ребят научить непосредственно работе, потому что были закрыты бассейны. То есть речь идет вообще даже о вопрос таких общественной безопасности. Ну да, я согласен. Я думаю, это все взаимно связано и экономика взаимно связана. Этот результат мы еще увидим больше. Так что мы призываем, действительно призываем правительство смотреть дольше, только через неделю или через месяц и связывать все эти вопросы. Не зря, например, есть очень обширное исследование в Великобритании, которое доказывает, что если человек занимается фитнесом и он вакцинирован, то вакцинация на 50% выше. Если человек занимается спортом, иммунитет на 30% выше. И это один из главных факторов, который снижает серьезное заболевание именно болезнью COVID-19. Это уже реальные данные. Например, в Великобритании было исследование, если бы в безопасном виде позволили бы работать с фитнес-клубом, это бы сохранило 40 тысяч жизней людей. Это большая цифра. Это огромная цифра. Конечно. В прямом смысле, если хочешь быть здоров, закаляйся. В нашем случае занимайся. А нужно продолжать заниматься спортом. Открыты клубы или закрыты. Мы, конечно, желаем вам удачи. Чтобы все-таки были открыты. Да. Напоминаю, мы беседовали с Гинтом Кузнецовым, учредителем Латвийской ассоциации фитнеса и здоровья. Люди борются за выживание своего бизнеса, своей отрасли. Отрасль приносит только налогов. 5 миллионов евро в год. Приносила. Приносила. Да, да, да. Правильнее сказать. К сожалению, уже в прошлом времени, в прошедшем, им обещали, что при определенном значении кумулятивного вот этого уровня заболеваемости можно будет открыть и работать для всех посетителей. Ну, завтра они могли бы теоретически открыться, чтобы обслуживать тех, у кого есть полный цикл прививки или справка о том, что переболели на этих условиях, они работать отказываются. Ну, борьба продолжается. Посмотрим, чья возьмет. Ну, хочется надеяться, конечно, что восторжествует здравый смысл и здоровье. Сможем ли мы принять звонок? Мы сможем принять звонок. Время у нас вроде еще есть. Пара секунд. Давайте. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Вот и представители красоты, и вы, как одну из причин, вы, в общем, ссылаетесь на то, что работники не вакцинированы. А вы пробовали организовать через место работы, как я знаю, многие коллективы, очень действительно это, как бы, им хорошо удалось? Или вам отказали? Потому что, ну, надо самим тоже что-то делать, чтобы вакцинировались. Безусловно. Мы сами не пробовали, потому что, насколько я помню, минимум 20 человек должен быть в коллективе. Но в любом случае, ваш вопрос справедливый. Мы можем через несколько минут переадресовать Инге Васильевой, представителю отдела проекта вакцинации Национальной службы здоровья, потому что именно она станет нашим третьим сегодня гостем. И мы будем беседовать о том, как проходит вакцинация в стране. Продолжение следует...